Дальше Всевышний Аллах говорит в 179 аяте, говорит слова Всевышнего Аллаха «Ма кана Аллаху ли язар аль му'менина аля мантум алейх, хатта ямид аль хабису амин ат-тайм» Аллах не оставит верующих в том положении, в котором вы находитесь, пока не отличит или не разделит скверное от благого. Ма кана Аллах'll ли язар аль му'менин аля ма аантум алейх, хатта ямийз алápибха, ман т-тайм, Ма кана Аллаху льи tôли�ка кум ол ел г mealик, в лакин аллах гадий тэ б psychiatу не receber мен ища Done нuf и пал дабай dangerous двигать в бgebулях, Среди ученых было разногласие по поводу аяты и как он в каком порядке должен быть. То есть смысл в каком порядке. Это обращение к неверующим и лицемерам. Аллах не оставит верующих в том положении, в котором вы находитесь. Ямашир, аль куфар, аль мунафикин, аль куфр. О, неверующие мунафики. Мин аль куфр, то есть в том неверии, в котором вы исвоните, не фак, и в том лицемерии, в котором вы находитесь. Хатта ямидзал хабифа минат-тайб, пока не отличит скверное от благого. Вакаля каум, другие муфасиры сказали, аль кхитабу ль муминин. Нет, здесь Всевышний Аллах обращается к верующим. Аль лязина ахбар ангум, о которых он сообщил. Мааннаху, тогда смысл получается. Маканаллаху лиязаракум ямашир ль муминин. Али мантум алейхмин аль тибаз ль мумин блю мунафик. О, верующие, Всевышний Аллах не оставит васу так, что вы перемешаны верующие с мунафиками. Обязательно Всевышний Аллах предупредит то, что мунафики выявят себя, то есть из ваших рядов. Фараджа амин аль хайри или амин аль хабри или хитаб, поэтому здесь после сообщения обращение. Хатта ямидзал хабису минат-тайб, то есть до тех пор, пока не отличит скверное от благого. Вакара ахамза вакисай, акара ахамза кисай, ва яакуб бидаммия. То есть прочитали как через я, ватаждите, ай юмайиз, хатта юмайиза. Вакара аль латиф и ланфали, также тот аят, который пришел в анфали, а это ль юмайиза лау аль хабиса минат-тайба, также говорят двакрату, нест ль юмайиза лау, то есть чтобы Аллах отделил скверное от добро. Вакара аль баку набит тахфиф, другие же щитцы прочитали тахфиф, то есть ямиз. Ва юкали у маза шай, ямизуху майзан, ва майязахут тамьизан, иذا фаррагагу фамтаз. То есть что такое маза, ямизу, майяза, тамьиз, иذا фаррагагу, то есть если разделил что-то, для иллин так, чтобы каждый был четко видно. Вот это верующий, вот это неверующий. У вас там неправильно написано, ва иннама должно быть исправьте. То есть, имеется в виду, барак луфхаттайямидал хабисментай. То есть, если ты говоришь, ой, я извиняюсь, я извиняюсь, барак луфхикум, я оговорился. Говорят, как? Там вот так должно быть. Какие же по модели инфааля? Говорят, как? Еще раз. То есть, если фамтаза в арабском языке говорит, отделился и провидно, вот это одна вещь, другой, то есть отделены. Например, кто-то рис с горохом перемешал, вот это рис, вот это горох, это имтиаз называется. То есть, Абу Мааз говорил, что смысл есть, разделил между двумя вещами. То есть, если ты между двумя вещами разделяешь, то ты говоришь, что я разделил между двумя вещами. То есть, если же их много, то ты говоришь, что Мааз говорит. То есть, более точное использование в арабском языке слова Мааз и слово Мааз. Также говорят, что если одну вещь ты разделишь на две вещи, культу фарракту бит-тахфиф. То есть, а фарракту, то ты говоришь, как фарракту. Без ра, над ра стоит у тебя что? Фатх. Говорят, например, фарракту шар разделил волосы на одну сторону, другую часть на другую. Если же ты разделил на несколько вещей, говорят, как барабские, фарракту бит-тахфиф. То есть, все эти языковые полезные моменты упоминает Имам Багу и Барак Луфиком в этом аяте. Поэтому этот тафсир отличается от личной чертой того, что он обучает люга, языку тоже, Барак Луфиком, по моему смыслу. То есть, смысл аяты, хатта ямиз аль мунафиq мин аль мухлис. То есть, смысл аяты, ма ка аналлаху ли ядар аль муминина аль аман тумалей, Всевышний Аллах не оставит верующих в том положении, на котором вы находитесь, пока не отделит скверное от благою, то есть, пока не отделит единобожника от кого? От лицемера. Говорит Имам Багу, и Всевышний Аллах отделил верующих от мунафиq в день ухуда. Потому что в день ухуда мунафиq показали свой, свой лицемерие, и не вышли вместе с пророком. Всевышний Аллах отделил неверующего от верующего через хиджру и через джихад. Аллах не оставит верующих в том положении, на котором находитесь вы. То есть, в чреслах мужчин, в матках женщин, о мунафиq и мушрики, пока не разделит вас. И между теми, кто находится в ваших чреслах или же в матках женщин ваших из верующих. То есть, ты мунафиq, ты кафир, но Всевышний Аллах из тебя выведет, что отделит от тебя твоего сына, который будет верующим. Как Абдулла ибну Абдулла ибну Абдулла был верующим, даже когда он услышал о том, что его отец плохо сказал о пророке. Салаллаху алейхи вассалям, слова вроде того, что говорит, накормишь собаку, она тебя сожрет. Он пришел, пророк сказал, сказал, посланник Аллаха, позволь, я его убью, своего отца. Потому что, если его кто-то убьет, то я в душе буду чувствовать что-то к нему, что убил, буду смотреть на нее, как на убийцу своего отца. И потом вышел и встал, баракулу афикум, ухода в Медину, когда пришел его отец, сказал, Бо Аллахи, я тебя не пущу сюда, пока тебе не разрешит это посланник Аллах, салаллаху алейхи вассалям. Глава амунафиqа Всевышний Аллах вывел из его спины кого? Верующего, баракулу афикум. Ибрагим алейхи салалям, отец его был глава, мушрика в своем сирене, Всевышний Аллах вывел из его спины баракулу афикум, из его чресел, верующего пророка. Дальше Всевышний Аллах говорит, То есть, посылает этому верующему всякие испытания, всякие экзамены, всякие несчастья. То есть, Всевышний Аллах посылает это верующему и чистит его, как мы сегодня сказали. Ты живешь в мусульманском государстве, и твое государство бедное и так далее. Это из милости Аллаха. А каферу Аллах дает, дает, потому что пророк сказал, что если бы весь этот свет имел бы цену у Всевышнего Аллаха, равную цене крылышка комара, то Всевышний Аллах бы не позволил бы каферу глотка воды бы сделать. Уамакан Аллаху. А точно так же Барак Лауфику можно добавить к тафсиру Барак Луфхатта имизал Хабисамин Аттайб. Каким образом Аллах отличает верующих от грехов? Вот он сказал же, Хабиск верный, это грешник, Аттайб это кто? Верующий, Момин. Барак Лауфику мы тоже видим из того, что Всевышний Аллах установил в сердцах людей, то, что сказал пророк Салсамаля, рваху джунудль муджан, души как войны, то есть разделенные, то есть вот это пехота, вот это спецназ, вот это моряки и так далее и тому подобное. Вот верующий так же. Хабиск, как верующие, богобоязненные, начинают дружить с кем? С верующими богобоязненными. Фасики, нечестивцы, грешники начинают дружить с подобными себе. И поэтому, когда ты варак Лауфику видишь, что в твоем кругу есть нечестивцы и так далее и тому подобное, вот это-то я должен тебя пугать. Аллах не оставит верующих в таком положении, в котором находится, пока не отделит скверное от благого. Может, и есть то скверное, которое Всевышний Аллах от благого отделил, поэтому ты общаешься в кругу кого? Неверующих в кругу, а нечестицев, в кругу тех, кто совершает какие-то грехи. Слава Аллаху. Всевышний Аллах говорит, и Аллах не откроет вам сокровенное знание. Потому что никто о скрытом, кроме Всевышнего Аллаха, не знает. Однако Всевышний Аллах избирает среди своих посланников, кого пожелает. И может Всевышний Аллах в откровениях своих сообщить о чем-то, искрытого своим посланникам. То есть эти слова, этот аят подобен словам Всевышнего Аллаха в другой суре, где Всевышний Аллах сказал, И он ведущий сокровенное, и он не открывает своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми он доволен. Всевышний Аллах не открывал Мухаммаду что-то искрытого. Однако Всевышний Аллах избрал его. И поэтому уверуйте в Аллаха и его посланника. И если вы уверуете в Аллаха и его посланника, то есть то, во что вам приказано, верите в Аллаха и его посланника, и начнете бояться, то получите великую награду. Вера в Аллах, мы с вами говорили, содержит в себе четыре вещи. Или представьте себе четыре вещи. Вера в ее существование, вера в его господство, рубубие, то, что он является создателем, является управляющим все, что на земле. Это очень важный момент, к сожалению, после того, как распространился атеизм и вере в материю, потому что многие из мусульман современных в наше время именно воспитаны в среде материальной, в среде материалистов. И поэтому не слабость веры во Всевышнего Аллаха и сила веры в материю, и слабость веры в Аллаха, что определяет силу твоего упования. Чем ты больше уповаешь на Всевышнего Аллаха, тем больше в тебе вера в Аллаха и меньше тебе веры в материю. Чем ты меньше уповаешь на Всевышнего Аллаха, тем больше в тебе вера в материю вера во Всевышнего Аллаха и Субаната. Третье, Баракулуфикум, вера в то, что Всевышний Аллах описан прекрасными именами и атрибутами. Четвертое вера во Всевышний Аллаха, Баракулуфикум, и это и есть суть того, из-за чего Всевышний Аллах создал все свои создания, а это вера в то, что поклонение достоин только один Всевышний Аллах. あみん呆беля его 1 улья веруйте в аллаху его посланника вера в посланников подразумевая себя что вера бараклу фейкум в то что выполнять то что они приказали то есть верам постановить его подразумевать собой что делать то что они приказали сторониться того что они запретили верить в том что они сообщили x league оклан поклоняться аллаху только так как они узаконили и поэтому то кто бараклу фикан в ком нет вот этих четырех моментов отношения мяну сinkinyl таллин тот не является верующим тут не является верующим даже если увидят три из четырех оч и верить существование верит а что лас nyt длилась создателем управляющим то что он не семена и трибуны все очень лас по на талина барак луфикум не верит то что один наладо стоим и имен достоин поклонения оттуда не является верующим аллах поэтому когда нет ру toes вот у меня один знаком есть он верит в аллах не не говорю он верит в аллах скажу он верит существования лох но они и говорить, что он верит в Аллаха. Верит в Аллаха, то с к hacia к intro собралось все 4 вещи. И также барак, вот этот тот, кто говорит, что я верю в посланника Аллаха, или говорит, ашхаду Анна Мухаммад, расулол, я свидетельствую, что Мухаммад является посланником Аллаха, и при этом не выполняет то, что ему приказал Мухаммад, саллант в ассалям, то есть имеется в виду, барак, лув фикм, тоже очень важный момент, есть понятие, называется литизам. Что такое литизам? То есть выполнять то, что приказал Мухаммад, саласам, имеется ввиду иметь убеждение что ты должен выполнять то что приказал тебе мухаммад саласом да может быть ты где-то сделавший упущение так далее чтобы у тебя в сердце было убеждение что ты должен ему подчиняться и выполнять его приказа второй барах сторониться того что он запретил тоже вопрос связано с чем с убежденностью то есть когда тебе приходит какой-то человек и говорит о послании колосса сам то что ниже щикала так то будет в огне если гаждая понимаю что это грех но 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 находишься какие-то оправдания твоя степень баракалу фикум намного выше чем тот человек который носит одежду вышивших но при этом считает что он не обязан подчиняться мухаммаду салла ловли салям в этом вопросе понятно да и третье мы сказали верить то что он сообщил и четвертый поклоняться аллаху только так как он узаконил поэтому он есть посланник аллах и поэтому те люди которые не хотят поклоняться аллаху не придумывать те виды поклонений который не совершал мухаммад салла сам под тип под лозунгом беда тун хазана хорошие но что эти люди лгут когда они говорят ашадуанна мухаммад расула то есть их дела противоречит их свидетельство то есть есть я буду говорить ли какой-то человек пусть аллаха бережет на всех отпадок вы не представляете как я люблю своих родителей и рядом отец сидит и но по башке когда лзаде пап скажи же если в аллахе билля это лахит еще раз ну скажи же я его люблю вот есть ли один человек на земле который поверит что он любит своего отца а вот этот человек вальдай масляра аллах учимся и примеры его родители варакла уфикум который гаташи дом мухаммад расула и при этом поклоняется аллаху не так как у закона мухаммад салла сам придумывает но что это лгу . лгу и он как и четверг бьется отца под затыльник чтоб тот утвердил что она умирает и его любит о вам Nazi и заметили что курран pud она вальне то что то сильно каждый ряд каждое слово подразумевает под собой прямное количество знаний каждое слово подразумевает под собой или несет под сам огромное количество знаний поэтому уланье если всевич не сколькоТы проявите белилось это изучаешь то все книги всевышнего спонтака знаю что это из милости всевышнего господа спонтак из дозволения лос-панта 10 признаков что твое сердце не запечатал если ты баркала уфикум в исламе видишь что ты вообще никогда не изучаешь не изучал слова всевышнего лос-пандаль то есть и толкование то есть вероятность что то сердце просто напросто запечатал всего скала поля это барона куран амаляку любина полюб неужели они не задумываются не размышляют над кураном или же на их сердцах замки то есть замки имеется в их сердца запечатаны поэтому баркала уфикум есть не хочет печать что то сердце было запечатано запечатано сердце никакой блага не заходит брать обязательно изучать я побуждает дай аллах чтобы закончить тофсир если кто раньше на это не обращал мы начните с сегодняшнего дня вот как появляется баракла уфикум новая запись как вы прослушали перед тем как по следующей запись постарайтесь выучить и представьте этим самым вы объедините между двумя добрами то есть баракла уфикум получается и выучите и будете знать тофсир смотрите внимание спонула да сколько вот удивительные слова всевышнего господа суфана талия если человека слав всего челоков аля это да баруна куран почему они не задумываются от куран амана амана куну бин акова луна